Мангистау уникален не только своей природой и неповторимыми ландшафтами, но и таинственными сакральными памятниками истории. На полуострове расположены более 362 святых мест, сакральных захоронений и подземных мечетей. Со времен Средневековья суфии и дервиши истинные проповедники ислама пришли сюда на восточное побережье Каспийского моря, чтобы, поселившись на этой земле, проповедовать, учить и исцелять. На родовых кладбищах Устюрта и Мангистау сосредоточено две трети архитектурного достояния кочевой культуры Казахстана. Мы расскажем вам о самых известных из них, а начнем мы наше путешествие со скальной мечети самого почитаемого в Мангистау суфия Кира Бикет-Ата. Скальная мечеть Бикет-Ата в местности Агланды расположена у подножия живописного чинка плато Устюрт на высоком холме, рядом с одной из древних караванных дорог шелкового пути. Подземная мечеть Бикет-Ата занимает особое положение в мусульманском мире. Чтобы почтить и поклониться Духу Святого, сюда приезжают десятки тысяч людей со всех уголков Казахстана, из ближнего и дальнего зарубежья. Путь к Бикет-Ата пролегает через место упокоения его духовного учителя, покровителя овец Шапан-Ата. Нескончаемым потоком едут к Шапан-Ата паломники с целью поклониться могиле святого. Согласно легенде, Шапан-Ата был одним из учеников великого средневекового мистика и философа хаджи Ахмета Ясауи и был первым проповедником ислама на побережье Каспия. Недалеко от скальной мечети Шапан-Ата находится одно из самых загадочных захоронений Мангышлака, датируемое поздним бронзовым беком. Комплекс Улык-Индекци – уникальный археологический объект. Здесь были найдены остатки двух каменных гробниц. В плане могила в точности повторяла форму яйца. Несомненно, что погребальные обряды Улык-Индекти тесно связаны с религиозными представлениями древних кочевников о сотворении мира и жизни на земле. На полуострове Бузачи находится третья по счету мечеть Бекет-Ата в Табыкты. С ней связаны мистические события из жизни великого Суфия. Пять раз прочитав намаз, он оставил здесь чистоту веры и духовности. Южнее от мечети Табыкты расположено захоронение Кулбарак-Батыра. В своем эпосе известный степной Акын красочно описывает героический подвиг гордого и мужественного Батыра Кулбарак-Ата и его трагическую судьбу. На Кулбарак-Ата расположено более 150 разновременных и разнотипных уникальных сооружений. Здесь же покоится тело Батыра, а голова захоронена в Хиве, в мавзолее Махмуд-Палвана. Самый загадочный и таинственный храм на территории Мангистау скальная мечеть Шакпак-Ата находится возле залива Саретас и связана с деятельностью святого шахмардана. Комплекс расположен внутри меловой скалы, украшенной невероятными и фантастическими узорами, созданными водой, ветром и временем. Стены зала и входной портальной арки испещрены суфийскими стихами, фамильными печатями и древними рисунками. Согласно легендам, имя Шакпак-Ата – это прозвище святого, данное ему за то, что в битвах с врагами от его оружия и из-под ног святого летели искры, наводя панику на неприятеля. С деятельностью учеников великого мистика Хаджи Ахмеда Ясауи связано много исторических мест. Среди них весьма оригинальным памятником является комплекс Султан-Эпе, считающегося покровителем рыбаков, путешественников и моряков. Комплекс расположен у каньона, выходящего в Мангешлакский залив. Склоны каньона покрыты рощицами древовидной растительности. Многокамерная подземная мечеть, вырубленная в скале склона. Вода из священного колодца не только самая вкусная на Мангистау, но и целебная, содержащая ионы серебра. Историко-культурный комплекс Атпантау. Гора Атпантау является самой высокой точкой западного хребта Каратауских гор. Она возвышается на 532 метра над уровнем моря. Историческая значимость ее заключалась в том, что при надвигающейся опасности на этой горной вершине разжигали сигнальный огонь, оповещая местное население об угрозе нападения. Этот огонь был виден с любой точки полуострова. На ее вершине установлен 37-метровый памятник предку Адаю, исторической личности Ибатыру. Каждый год, 14 марта, зажигается священный огонь на вершине горы. И у подножия собираются жители полуострова, чтобы отметить празднование Амала, приход весны. Недалеко от Адай-Ата находится гора Айракты. С вершины горы хорошо видны потрясающие геоглифы, символизирующие дух Мангистау. Подняться на Айракты можно только в одном месте, но прогулка на гору стоит затраченных усилий. На вершине горы находится рукотворный лабиринт, выложенный из камней. Его рисунок не придуман. За основу взято изображение, найденное на археологическом памятнике 2-3 века до нашей эры. В центре лабиринта, как маленькое солнце, лежит идеально круглая шаровидная конкреция. Лабиринт, по замыслу автора, воссоздает миф о сотворении мира. Здесь человек может проводить время в поисках смысла жизни. В поселке Шетпе вы сможете посетить музей мифологии, созданный по уникальным научным работам молодого автора с трагической судьбой, имя которого ассоциируется с такими понятиями, как мужество, миссия, судьба. Здесь оригинально представлены мифы и легенды, собранные и научно обоснованные талантливым ученым. Добро пожаловать в Мангистау! Добро пожаловать в Мангисту!